Второй месяц лета встречает красноярцев солнечной, немного облачной и теплой погодой. На прошедших выходных температура воздуха и днем, и ночью была достаточно комфортной. Правда, изредка накрапывал дождь. И, похоже, красноярцам придется привыкнуть к таким погодным качелям, потому что, по предварительному прогнозу синоптиков, первая половина июля будет сопровождаться дождями и грозами. Сегодня, в понедельник, температура воздуха днем была в районе 23 градусов тепла. В основном небо было затянуто дочами, но местами выглядывало солнце. Ночью похолодает до плюс 12 тепла, осадков не ожидается. 5 июля, по прогнозам синоптиков, в Красноярске будет самый жаркий день на этой неделе. Плюс 28 градусов, обещают красноярцам. При этом ни дождя, ни сильного ветра не будет. Идеальная июльская погода. Тем не менее, продлится она недолго. Солнечный вторник сменится дождливыми средой, четвергом и пятницей. Так, 6 июля в городе будет безветренно, облачно и осадки. Температура воздуха днем около плюс 24 градусов. Ночью похолодает до 14 тепла. Примерно такая же погода будет в четверг, 7 июля и в пятницу, 8 июля. В эти дни синоптики прогнозируют температуру в районе 22-23 градусов тепла. Западный ветер до 3 метров в секунду. Иногда будет выглядывать солнце. К выходным в Красноярске может распогодиться. Так, в субботу метеорологи не обещают дождей. Будет лишь солнце и 24 градуса тепла. Еще теплее будет в воскресенье, плюс 26. Однако в последний выходной этой недели красноярцам все же стоит захватить зонтик или дождевик для того, чтобы, возможно, дождь не испортил хороший уикенд. И еще немного о безопасности. Из-за участившихся несчастных случаев на водоемах в краевом МЧС просят всех жителей региона не купаться на неразрешенных пляжах. К слову, в Красноярском крае таких мест почти 2000. Особое внимание при отдыхе на пляжах стоит уделять детям. Не оставляйте их без присмотра и проводите профилактические беседы перед походом в бассейн или любую другую зону отдыха, где есть водоем. Полина Михальчук, Кирилл Иванов, Новости ТВК.